всем привет сами дмитрий урсул в этом видео хотел бы вместе с вами создать классический фанковый лид ну и поговорить вообще о вариациях этого звука у меня здесь вот такой вот тоже таком классическом стиле набросок музыкальный давайте послушаем и нужно добавить такой некий классический лид фанковый и давайте его сейчас сделаем у меня здесь загружен ретро синт и также загружен мини-ви от артурии мы попробуем сделать примерно то же самое в обоих синтезатор чтобы вы примерно поняли основную идею и смогли это повторить на любом синтезаторе сразу скажу что это звук достаточно простой для этого не нужен какой-то очень сложный синтез какие-то сложные фильтры формы волны то есть это можно сделать абсолютно в любом синтезаторе все что я сегодня покажу можно перенести на любой синтезатор который у вас есть даже если вы не работаете в лоджик у вас есть например сайланд или у вас есть спайр или массив то есть везде можно эти формы волны найти и сделать те же самые манипуляции получить похожий звук и так давайте здесь тоже я сейчас сброшу немножко настройки наши чтобы все было более-менее таком в дефолтном скажем так состоянии сейчас мне звук звучит таким образом единственно здесь сразу включен режим двухголосия я сейчас пока сделаю одноголосом и сделаю его легатом режим чтобы у нас в легата режиме у нас огибающие фильтры огибающие собственно громкости они у нас не воспроизводится заново при легатной игре то есть когда у нас одна нота находит на другую у нас огибающие не сбрасывается это порой очень полезно для некоторых фанковых лидов но об этом мы еще поговорим давайте собственно сейчас начнем с осцилляторов то есть то что нас генерирует звук и как правило фанковые лиды либо две обычные волны пилообразные либо это комбинация пилообразный и квадратичный волны единственно что квадратичное желательно что было на октаву ниже то есть я сейчас возьму и второй осциллятор здесь ретросинте можно расстроить только второй осциллятор я его подниму на октаву выше то есть второй осциллятор у меня играет пилообразной формы волны 1 осциллятор квадратичный пульсом и соответственно у меня здесь миг в миксе их пополам смешаю так ты сейчас звучит и теперь нам нужен фильтр то есть я сейчас закрою фильтр и сделать чуть небольшое открытие фильтром на атаке . нас будет атака слышно когда я играю легато у меня фильтр постепенно закрывается в тот момент пока я играю то есть у нас огибающие она действует на все легатные ноты одновременно а когда я играю стакката то у меня огибающие заново каждый раз скажу так делать три триггер рит триггеринг то есть она заново запускает свою силу при каждой ноте далее что нужно сделать нужно тоже включить глайд это очень важный момент это позволит пичу между нотами плавно подниматься или опускаться чтобы как бы склеить вот это движение лида далее что можно сделать можно чуть-чуть добавить резонанса чтобы звук был такой более скажем так с носовым призвуком и можно сделать еще атаку открыть в фильтр чтобы у нас каждый но ты чуть открывала фильтр но сделать поменьше и дальше уже можно поэкспериментировать с открытием фильтра также должен сказать что у меня здесь на колесо модуляции назначена открытие фильтра это сделать можно вот здесь то есть когда я открываю колесо модуляции на меди клавиатуре у меня еще открывается чуть фильтр для таких лидов это очень важно потому что иначе звук становится очень скучным и если не в нее не добавлять какую-то модуляцию какие-то изменения то ну долго вы на нем не проиграйте будет звучать очень однообразная и скучно и также у меня еще здесь есть вибрато это тоже очень классический прием когда включается вибрато здесь можно установить насколько она в данном случае на один полутон а здесь можно установить скорость сейчас мне стоит 16-ми но я как правило люблю отключать привязку к темпу и делать вибрато у таких классических звуков где-то районе 7 герц 7 8 вот так вот то есть слышно я когда открываю колесо модуляции у меня фильтр чуть открывается сделал поменьше это открытие и появляется вот такой эффект вибрато и также что я сделаю я сейчас чуть-чуть поменяю вот этот закон привязки к огибающей и сам фильтр я сейчас чуть-чуть приоткрою потому что он слишком сильно закрывается звук становится очень таким тусклым попробую сделать чуть подлиннее глайд ну то есть идея думаю понятно здесь конечно стоит добавить какой-нибудь революционный хвост чтобы он был не таким далее может чуть-чуть поэкспериментировать с волной можно сделать не обычный пульс скажем так и вот чуть-чуть сузить и так он достанет все более таким классическим ну Субтитры сделал DimaTorzok Теперь понятно, дальше уже можно играть, записывать. Можно также у него чуть-чуть открыть релиз, чтобы он не замолкал так быстро. Ну то есть такой звук очень хорошо подойдет для каких-то таких чуть более медленных треков. Возможно, даже где-то для хип-хопа подойдет такой звук, не только для классического фанка. Просто этот звук в первую очередь ассоциируется с фанком. Ну и также здесь можно чуть-чуть варьировать звуки волн. Если вы используете другой синтезатор, там, возможно, будут какие-то дополнительные возможности. Можно накладывать фленджер эффект. И так далее. То есть можно варьировать. Основные настройки, то есть это две волны, расстроенные друг от друга в октаву. Обязательно, чтобы это был легатный звук. Можно сделать модуляцию открытия фильтра по колесу. И также сделать еще обязательно вибратор, чтобы можно было добавлять эти эффекты. И, конечно же, включить эффект глайда. После чего можно уже поэкспериментировать с огибающей. То есть можно сделать его более резкой атакой. Либо можно сделать более плавным. То есть это уже можно поэкспериментировать. Тоже касается и фильтра. То есть можно сделать плавное открытие фильтра каждую ноту. То есть это уже все дело вкуса и дело применения. Давайте что-то похожее попробуем сделать в другом синтезаторе мини-ви. Это классический уже такой аналог муга. Где, собственно, впервые такие звуки и все музыканты делали еще в 70-е годы. Вот давайте что-то похожее здесь попробуем сейчас сделать. Сейчас у меня здесь просто стоит пилообразная волна. Вот у меня один осциллятор. Давайте добавим второй. Он уже стоит автоматически на октаву выше и на квадратичной волне. Сейчас я просто включу, добавлю громкость этого осциллятора. Далее здесь тоже сейчас добавлю сразу Glide. Тут у меня нету полифонии, стоит наголосый режим. Так, далее нам нужен фильтр. Сейчас мы его сразу закроем. Чуть-чуть откроем. Также сделаем этот amount of contour. Это то же самое, что в ретро-синте вот эта ручка envelope. И далее уже подредактируем чуть-чуть огибающую. Здесь у нас сустейн был чуть-чуть на таком среднем уровне. Давайте так и оставим. Decay побольше сделаем. Атаку оставим как есть. Так, и Glide нам надо включить. Ну, примерно, да, такой звук. Сделаю еще обязательно Keyboard Control. Это то же самое, что вот здесь параметры Key. И это чем выше я ноты играю, тем выше у меня открывается фильтр. Это привязка клавиатуры к открытию фильтра. И сейчас чуть-чуть закрою фильтр обратно. Сделал не такую сильную привязку. Тут можно ее сделать двойной. Оставлю только нижнюю. Привязку клавиатуры, диапазон клавиатуры к фильтру. Ну, вот что-то уже такое похоже. У нее, конечно, чуть-чуть другой характер звучания. Такой чуть-чуть более аналоговый. Поэтому звук такой более плотный. Так же здесь сделал Decay, чтобы у нас был небольшой хвост в звуке. Так, и тоже добавим ревер. Так, и теперь мне нужно сделать вибрато. Вибрато здесь делается чуть-чуть по-другому. Здесь для этого используется вот этот дополнительный осциллятор. Я включаю его в режим LFO, low mono. Поставлю треугольную форму волны, чтобы это было тоже, как у нас было здесь. То есть тоже треугольная форма волны у вибрато. И поставлю скорость здесь где-нибудь вот в этом диапазоне обычно достаточно. И попробуем также колесом модуляции. Вот видно, что я его открываю. Можно даже сделать помедленнее. Продолжение следует... Ну, то есть дальше уже можно экспериментировать. То есть вот такие получились чуть-чуть разные звуки, но общая идея у них абсолютно одна. Я думаю, что тут никаких вопросов у вас не возникнет. Все понятно. Очень просто, простой звук. То есть дальше, конечно, можно его варьировать, менять его характер, характер огибающих. Но в целом все это накручивается именно так. И такие звуки вы могли услышать много где, не только в фанковых записях, но также и в хип-хопе, в рэпе такие звуки используются. Особенно в таких медленных треках. Просто можно в разных октавах играть и... Вот, получать какие-то разные характеры звучания. Ну что ж, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите под этим видео, я отвечу. Но я уверен, что все получится, если вы просто попробуете поэкспериментировать и сделать что-то похожее в других синтезаторах. То есть не в тех, что я показывал, а еще в каком-то... Просто закрепить эти знания на практике. Потому что это все обязательно запомнить нужно, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет что-то подобное сделать, вы без проблем могли открыть любой синтезатор и, имея доступ вот к таким вот основным параметрам, быстро воссоздать что-то похожее, какой-то такой же звук, либо чуть другой. Но так или иначе вы уже будете понимать, что делать. Поэтому такая практика, она очень помогает вообще в принципе понять синтез и быстрее осваивать любые новые синтезаторы, которые появляются на рынке или которые вы там приобретаете, чтобы сразу начинать творить и уже искать свой собственный уникальный звук, а не перебирать тонны пресетов. Ну что ж, у меня на этом все. Увидимся с вами в следующих видео. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока!